Добрый вечер, в эфире Весь Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жубкаев. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание, на котором подвели итоги работы правительства в 2022 году. Были поставлены цели и задачи на будущее. Об основных моментах встречи расскажет Альбина Ламкова. Говоря о стратегических планах и задачах на этот год, Рашид Тимрезов напомнил о поручениях, данных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе недавней встречи в Кремле. И первое, чем поинтересовался глава государства – точки роста экономики в республике. Для нас это промышленность, сельское хозяйство, туризм. При этом ответив, что минувший год удалось пройти относительно спокойно. Получилось минимизировать возникающие риски и сдержки в период структурной перестройки экономики предыдущего года в условиях внешнего санкционного давления. Этого удалось достичь путем реализации федеральных и региональных антикризисных мер. В том числе, благодаря активной инвестиционной деятельности на территории республики. О реализуемых инвестпроектах я также доложил президенту. Реализация инвестпроектов, которые вошли в модели экономического развития, рассчитанной до 2030 года, позволяет создать до 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, преимущественно в сфере промышленности и производства строительных материалов, перерабатывающих отраслях и гидроэнергетики. В целях дальнейшего развития реального сектора экономики, создания новых рабочих мест и стимулирования импортозамещающих производств, ну и принято решение объявить текущий год годом развития промышленности. В реализации этого направления уже предпринято ряд действенных шагов. Поставлены задачи, не забыв указать о приоритетной отрасли экономики сельского хозяйства. Прошу от коллеги правительства и вице-премьеров, и министров, ответственных за определенные национальные проекты, четко выстроить планы работы на год, уточнить потенциальные риски, узкие места, которые нам нужно проработать совместно с федеральным центром. Числу важнейших задач на текущий год была отмечена социальная догодификация, строительство дорожной инфраструктуры, улучшение качества водоснабжения и благоустройства населенных пунктов. В этом году у нас снова амбициозные планы. Мы планируем начать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 202 объектов строительства. Это у нас и дорожная инфраструктура, и инженерная инфраструктура, и объекты здравоохранения, образования, культуры. На совещании было озвучено о необходимости становления профессии педагога на качественно новом уровне. Эта возможность дана в год педагога и наставника, объявленного в 2023 году в соответствии с решением президента Российской Федерации. Все последующие действия будут направлены на повышение престижа профессии учителя. Для обозначенных задач необходим боевой настрой и стремление улучшить качество жизни наших граждан, имея при этом огромное желание видеть нашу страну сильной и безопасной, сказал на совещании глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Альбина Ланкова, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия. Весной 2021 года было поручение президента России о том, что доведение газовой инфраструктуры до домовладений граждан было проведено без привлечения их личных средств. Масштабный проект, реализация которого началась с июня 2021 года, охватывает территорию всей страны. Промежуточные итоги исполнения поручений президента Владимира Путина по социальной догазификации обсудили в региональном отделении партии «Единая Россия» представители профильных министерств и ведомств «Газпрома» и районных администраций. Алла Динаева подробнее. Весной 2021 года в Карачаево-Черкесии был создан штаб по социальной догазификации, куда вошли представители министерств и ведомств «Единая Россия» и «Газпрома». Были созданы рабочие группы и в муниципальных образованиях, что было необходимо, нужно, важно и своевременно. Первый заместитель министра энергетики, промышленности и транспорта Карачаево-Черкесии Рустам Аркенов рассказал, как реализуется поручение Владимира Путина в нашей республике. Представил Рустам Борисович собравшимся и живой портал единого оператора газификации, куда ежедневно вносятся данные по заявкам и по выполнению социальной догазификации. На сегодняшний день мы там все поставили амбициозную цель сделать там хотя бы в два-три раза больше, как минимум, и мы и эти показатели тоже перевыполнили. Сегодня у нас там 3500 принятых заявлений от граждан на догазификацию, и уже доведение газоинфраструктуры до границы – это 2800 домовладений, то есть от лучших показателей прошлых лет, там кратно мы этот показатель увеличили. С лета 2021 года специалисты выезжали и проводили сходы граждан в районах республики, чтобы донести информацию до жителей. Социальная догазификация – это совместная работа, а возникающие проблемы вносятся на рассмотрение штаба и находят решение, говорили выступающие. По плану 2021 и 2022 года нам осталось выполнить 7 домовладений, чтобы 100% было, но мы уже много адресов выполнили с плана 2023 года, поэтому у нас общий идет процент, больше 100%. Промежуточную встречу по исполнению поручения президента Владимира Путина по социальной догазификации проводил координатор, куратор этого проекта, председатель комитета по местному самоуправлению парламента республики Исмаил Качиев. Если в вашем населенном пункте есть газопровод, то вы попадаете под программу социальной газификации. Все, что нужно – прийти с правоустанавливающими документами в Газпром или в МФЦ и подать заявку. После того, как ее примут, специалисты Газпрома выезжают и проводят техническое обследование и в течение месяца с вами должны заключить договор, в котором указывают, в какой срок вам проведут газовую инфраструктуру до вашего дома. Программа газификации, где межпоселковые строятся. Оценочно у нас еще, если мы сейчас говорим про 5600 домовладений, которые вошли в программу, то в течение ближайших даже не года, а мы перспективу смотрим минимум пятилетнюю, потому что так легче планировать объем работ. Там порядка 20 тысяч еще домовладений, которые предстоит проработать. Программа социальной догазификации признана бессрочной, хотя и изначально была рассчитана на два года. Алладинаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. В северных районах будут порывы до 21 метра в секунду. Температура ночью до 13 градусов мороза, днем минус 4, плюс 1, а в горах до плюс 6. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесске без существенных осадков ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. И порывы будут до 19. Температура ночью до 12 градусов мороза, днем минус 1, минус 3. Ночью и утром на дорогах гололедится. Не пропустите в минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. В общественной палате Республики состоялась встреча представителей ведущих СМИ Республики и представителем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Он рассказал об особенностях работы журналистов в настоящее время, ответил на интересующие вопросы. Подробности у Али Баташева. Работа СМИ в современных условиях, когда перемены происходят быстро и затрагивают множество людей, имеет свои особенности. Владимир Соловьев, ранее военный корреспондент, сейчас председатель Союза журналистов страны, рассказал о недавней поиске в Луганске новых наградов для журналистов, работающих в зоне боевых действий. Когда у нас проходило ежегодное награждение нашим высшей наградой журналистской золотым пером и другими нашими наградами, мы как раз попросили, мы придумали новую награду, которая называется «За смелость при исполнении служебного долга для военкоров». И вот наших лучших военкоров мы попросили, чтобы награждали их председателя Союза журналистов Луганской и Донецкой республики, потому что они видят, как они там работают. Владимир Соловьев ответил на интересующие журналистов вопросы, в частности о том, как работать в условиях существующих ограничений в федеральном законодательстве. И те ограничения, которые сейчас приняты, они сделаны для того, чтобы не навредить нашим военным. И как только специальная военная операция будет закончена, Союз журналистов будет наставить на том, чтобы эти ограничения были сняты, естественно. Главный редактор газеты «День республики» Евгений Кратов задал вопрос о необходимости создания условий для повышения квалификации журналистов и других специалистов СМИ. Также журналистов интересовали новые форматы диалога между народом и властью с учетом особенностей менталитета региона. Есть такой формат во многих регионах, например, вот такой планерки с губернатором, где садятся там руководители СМИ или журналисты, так сказать, известные в регионе, и просто рассказывают о проблемах, рассказывают о том, чего не хватает. И это работает во многих регионах страны, в том числе в таких регионах, где есть особый менталитет. В завершение встречи на память о нашей республике Владимиру Соловьеву подарили ценный сувенир – кавказский кинжал. Али Баташев, Мухаммед Ашибуков, Вести Карачаева-Черкесия. Он начинал карьеру простым колхозником и заслужил самые высокие трудовые награды. Сегодня исполнилось бы 85 лет одному из самых ярких представителей Карачаева-Черкесии, советскому и российскому политическому и общественному деятелю, народному депутату СССР, председателю колхоза «Родина» Исмаилу Хачирову. О трудовом пути яркого человека в репортаже Мадины Каракетовой. Жизнь Исмаила Хачирова была яркой, как комета, наполненная важными событиями и неотложными делами. Он посвятил ее людям, служению своему народу и интересам многонациональной Карачаева-Черкесии. Исмаил, если так образно сказать, был подарком судьбы для нашей фамилии. Он заслужил своим трудом, своим бытом. Начиная с малых лет, по рассказам, знаю я, что он стремился хорошо работать. Рассказать о всех его достоинствах, личных и профессиональных, не хватит вашего эфирного времени, говорит Тохтар Хачиров, троеродный брат Исмаилу Хачирова. Но одно, несомненно, его жизнь – это яркий пример беззаветного служения Родине. Если вот в Карачаевском народе был такой человек, который знал работу, жил интересами за народом, наверное, он был одним из этой категории людей. Порядочный был человек этот самый. Мы долго одружились с ним. Где-то лет, наверное, 10-15, пока он не скончался этот самый. Всегда с пониманием относились, когда появлялись проблемы для решения, проблемы народа этот самый. Вместе решали эти проблемы. Отец, он посвятил всю свою жизнь служению своему народу, в первую очередь. Работал председателем колхоза около 20 лет. Всегда мечтал принести пользу своему народу. И это, я считаю, ему удалось. Много он занимался проблемами своего народа, особенно вот по реабилитации, когда был народным депутатом СССР. Он посвятил основную часть своей депутатской деятельности именно реабилитации карачаевского народа. Отец нас воспитывал своим примером. В 1979 году Исмайл Хачиров был избран председателем колхоза «Родина» в Прикуманском районе, в котором он и начинал свою трудовую деятельность. Тогда он уже жил в селе Чапаевском. Под его началом применялись самые передовые технологии в развитии животноводства и растеневодства. Была создана, собственно, перерабатывающая отрасль, включавшая в себя 12 колхозных предприятий. Такого не было ни в одном другом районе Карачаева-Черкесии. Золотым временем были для села Чапаевское годы председательства. Исмайла Хачирова, рассказывают местные жители. Директор Чапаевской средней школы, АЧМЕС Малсуигенов, был свидетелем тех преобразований. Шесть раз наш колхоз и наше село было награждено Красным Знаменем Совета Министров РСФСР за достижения, которые этот человек вместе со своими жителями сумел сделать. И газ в селе, и вода, ну и стабильно автобусное сообщение, и асфальтовые дороги, и новые улицы, которые он для жителей. Здесь село расширяется, по среде расширяется. Вся жизнь Исмайла Хачирова отражена в книге под его же авторством «Дело всей жизни». За свою трудовую и общественно-политическую деятельность он множество раз был, отмечен. В арсенале наград и знак почета в 1984 году, звание лауреат премии Совета Министров СССР в 1989 году, орден Трудового Красного Знамени в 1991 году. Ушел из жизни Исмайла Хачиров на 76-м году жизни в марте 2014 года и до последнего дня продолжал трудиться в Национальной общественной организации. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Он внес весомый вклад в развитие карачаевской литературы и был настоящей многогранной личностью. Сегодня исполнилось бы сто лет известному народному поэту Карачаева-Черкесии, ученому и педагогу Азамату Сиюнчеву. Вспомнить творческий путь Азамата Алимовича пришли в его дом-музей в Карачаевске представители администрации мэрии города, видны общественные деятели, его родные и близкие друзья. Также для всех собравшихся была организована экскурсия в доме музея поэта. Им было написано более 30 книг, куда входят труды не только произведения в области карачаевской литературы, но и научные труды и учебники. Собравшиеся отмечали его активную деятельность создания этого уникального музея и оставленное с богатое литературное наследие. Это все, Весе на сегодня. Прямо сейчас продолжение фильма «Склифосовский». Субтитры создавал DimaTorzok